В столице 5 минут 12. Доброе утро спортивной среды тем, кто проводит его вместе с нами. Я приветствую в студии моих сегодняшних гостей. Люди какие-то сегодня серьезные с утра, но думаю, что мы разговоримся. Это Олег Жадобин, директор Академии бокса и Елена Малова, создательница боксерского клуба «Октябрь». Я думаю, что люди, которые интересуются, занимаются и любят бокс, этот вид спорта, то я думаю, что для них имена ваши хорошо известны. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Я вам что хочу сказать, что торговля на финансовом рынке, на вещевом, продюсирование, закупка каких-то лекарств, аптеки, все что угодно. Люди научились делать деньги на всем, на что угодно. Но если честно, то для меня, как для человека спортивного, спорт и бизнес – это понятие, которое пока коррелируется несколько сложно. Потому что я из того детства, когда меня не то что заставляли приносить какие-то деньги за то, что я обходил в какую-то секцию, мне, наоборот, еще талончики на питание отдавали, говорят, только ходи, деточка, вот, пожалуйста, тебе, вот, хочешь волейбол, хочешь футбол, хочешь все что угодно. Поэтому для меня способ зарабатывания на спорте – это для меня пока действительно очень сложно. Вы это делаете, и делаете давно, и делаете успешно. У вас, в общем, я так понимаю, два предприятия вполне, если можно так назвать, процветающие. Вот сегодня будем разбираться, насколько бокс может быть бизнесом, и каким образом для людей, которые хотят выпустить пар эмоций, и может быть, если это возможно, усовершенствовать спортивное мастерство, что вы им предлагаете. Я напомню, что и наши слушатели вполне могут поучаствовать в беседе. Телефон студии 6510996, код города 495. Либо можно оставить свой вопрос или комментарий на сайте Финам.фм, на страничке программы на своем поле. Давайте начнем с главного вопроса и к Елене, и к коллегу. Вы конкуренты, вы друзья, или вы находитесь в вашей компании, конторе в разных отраслях? Как у вас между собой взаимоотношения? Лена, давайте вас. Я думаю, что у нас практически нет. Мы первый раз лично встретились. Нет взаимоотношений каких-то тесных, близких. Мы скорее конкуренты. Но тут я бы хотела сказать, что бизнес этот настолько новый и настолько неразработанный, что говорить о конкуренции вообще довольно сложно. Мы сейчас все работаем на одну цель. Мы вспахиваем поле, потому что у нас пока нет рынка. Такого рынка, как есть, скажем, у фитнес-клубов. Поэтому говорить о том, что мы мешаем друг другу, мы конкурентные, мы враги, я бы так не сказала. Мы сейчас работаем на то, чтобы донести до людей этот формат, чтобы они им заинтересовались и ходили к нам. Олег, не опасаетесь, что после нашей программы появятся люди, которые скажут, ага, вот у ребят все идет хорошо, а давайте-ка мы тоже будем не третьими и не лишними? Наоборот, это хорошо, если клубов будет больше. Если будет зал открываться, это будет развиваться индустрия. Соответственно, наши клубы вообще помогают развитию, например, боксерской индустрии. Потому что люди, которые занимаются в наших клубах, они приходят на боксерские матчи, они покупают билеты, они приглашают, скажем, своих друзей на тренировки, знакомых. Соответственно, аудитория людей, занимающих спортом, она увеличивается. К сожалению, в Москве печальная статистика. У нас в фитнесе вообще занимается менее 4% от общего числа населения. То есть, соответственно, 96% людей – это та категория, которая на сегодняшний момент спортом не занимается. И говорить о конкуренции, мы говорим, наоборот, о том, чтобы люди приходили, чтобы этих залов открывалось больше. И надо только радоваться тому, что эти залы будут появляться. А сколько на вашем рынке, именно связанном с боксом, вот таких компаний, которые вы можете считать там коллегами-конкурентами, много или вас пока двое? Ну, я бы добавила несколько залов, но они чуть меньше, может быть, не так выгодно расположены. Но, тем не менее, порядка пяти залов, да, Олег, наверное, со мной согласится, где-то в таком масштабе. Немного. Для Москвы это мало, вы считаете? Я считаю, да, представьте, наши залы маленькие, площадь наших залов 200-500 метров, не больше. Соответственно, количество людей, занимающихся, можно посчитать легко, потому что в основном это занятые люди, это мужчины в основном, 99%, как мне кажется, да, Олег мне не даст соврать. Ну, женщины тоже ходят. И они работающие, конечно, ходят, но очень мало, пропорция минимальная. Они занятые, они работающие, они агрессивно работают, они добиваются чего-то, у них нет времени проводить днем вот так вот, знаете, комфортно в фитнес-зале. Поэтому они приходят в определенные часы, там, скажем, пиковая загрузка, это с 6 до 10 вечера, да. Соответственно, проходимость считается, и, в общем, число этих людей небольшое. Грустно. Да, поэтому там 5 залов, да даже 10, они какую-то каплю в море могут обслужить. Олег, вы сказали о том, что придя в спортзал, потом многие приводят на какие-то боксерские матчи своих друзей. У вас есть не только тренировочный процесс, насколько я понимаю, у вас непосредственно есть соревновательный элемент, соревновательный какой-то такой момент. Как это все происходит, как это бывает? Ну, это, я думаю, что неотъемлемая часть инфраструктуры, потому что многие ребята, которые позанимались там год-два, они... Ну, многие люди, которые приходят, они мотивированы, да, и мотивированы научиться стать профессионалами или, скажем, быть профессиональными в этой области. И бокс или там единоборство, они как раз один из способов выражения и проверки, скажем, мастерства и уровня твоей подготовки, это выступление на соревнованиях. Мы делаем такие межклубные турниры, у нас в Академии бокса проходят межкорпорационные бои. Вот у нас сейчас в сентябре мы готовимся с компанией «Газпромнефть» боксировать, до этого с «Ростехном». Ну, очень много со Сбербанком мы боксируем, соответственно. Естественно, в рамках, скажем, определенных правил, в рамках, так как люди не профессиональные спортсмены, и в силу определенных возможностей возраста и многих других факторов, мы, естественно, эти моменты учитываем и, соответственно, очень щепетильно подходим к подбору противников. У вас есть разделение по весовым категориям, более-менее там по возрастным? Естественно, это обязательно. Возраст, само собой, весовая категория, само собой, и уровень подготовки. То есть, начиная от времени занятия боксом, количество проведенных боев, все это учитывается для того, чтобы, соответственно, был интересный конкурентный бой. И, соответственно, мы говорим о уровне безопасности. Ребята боксируют в специальных 18-юнцовых перчатках тяжелых, это обязательные шлемаки, это все необходимые средства защиты. Вот мы уже провели там огромное количество турниров, и я не постесняюсь сказать, что у нас ни одного нокдауна, не говоря уже о нокауте, не было никогда. Соответственно, мы подбираем так противников, чтобы рядом было интересно, и чтобы был конкурентный хороший спортивный матч. Вы только с языка у меня сорвали вопрос, как топ-менеджер, тот же самый белый воротничок, придя в ваш клуб на боксерский турнир, уходит там с расквашенным носом или с таким прекрасным фингалом под глазом. Такого не бывает. Ему же завтра на работу все. Ну да. Бывает, бывает. Не могу сказать, что это не бывает никогда, но это бывает все-таки крайне редко, и методика тренировок, и способ соревнований. Вообще, это тот формат, в котором мы работаем, называется white-color boxing. Он был изобретен не нами, изобретен был в Америке, ну, родился, да, поддержан очень сильно в Англии, и есть некие правила, вот, например, тяжелые перчатки, которые позволяют избежать таких очень резких рваных травм в бою. Ну, кстати, наши боксируют в 16-ти лунцовых, немножко более поострее. У вас послабее. Вот. Нет товара. А, наоборот, риска больше. А, риска больше, да. Риска больше. Дальше. Во-первых, абсолютно добровольность. Люди не могут быть там заставлены или включены в сетку соревнований. Это личная воля каждого. И более того, в атмосфере клуба это нужно учитывать. Нельзя людям говорить, что вот если ты там не участвуешь в соревнованиях, что-то с тобой не то. То есть человек может прийти к нам заниматься в клуб и никогда не выходить на соревнования, и будет абсолютно полноценным членом клуба, и не будет себя чувствовать дискомфортно. А те, кто хотят, идут дальше. Тем, кому необходима соревновательная практика, проверка, там, рост своего мастерства и так далее. Дальше действительно отбор соперников, желательно соревноваться с такими же клубами, с тем же контингентом, да, с такими же людьми. В этом гарантия безопасности. Но травмы случаются. Я не думаю, что и в Академии бокса они не случались. Редко. Но метко. Мы стараемся, да. И потом это зависит от, скажем, формата бокса, который пропагандирует тот или иной клуб. Скажем, наш клуб, вот берусь утверждать, что мы адепты комбинационного бокса, интеллектуального бокса, умного. И скорее людям прививаем навыки реакции, осмысленности действий, предугадывание хода соперника, какие-то шахматы, фехтования. Вот такие аналогии. То есть не простое, вот мочилово, что называется. Нет, это не силовой бокс. Понятно, что люди устроены по-разному, разные манеры боксирования существуют. Тем не менее, общая направленность нашего клуба я бы выразила как интеллектуальный комбинационный бокс. Лен, буквально на полминуты ответ. Вы говорите о том, что есть люди, которые отказываются от соревнований. Есть только те, кто приходит на тренировки. Таких много, как мне кажется, в крови мужчин, надеюсь, меня Олег поддержит, нет, кивает головой, что им нужно соревноваться. Они не могут просто прийти, как девочки, ну, например, там, позаниматься и уйти. Им нужно дать в лицо. Могут. Могут. И потому что мы фитнес-клуб все-таки, это фитнес-бокс. И надо понимать, что мы не только, что значит отказываются. Мы даже не предлагаем. Это воля изливления каждого. Но есть люди, которые не хотят. Абсолютно, абсолютно. И чувствуют себя очень комфортно, очень довольны, насколько мне известно, занятиями. Потом, может быть, когда-то у них родится это желание. Нет, отлично. Вы не настаиваете. Никогда. Я напомню, что у нас в гостях Елена Малова и Олег Жадобин. Разговор о боксе продолжим через пару минут. Приветствую еще раз тех, кто к нам только что присоединился или внимательно следит за нашей беседой. Сегодня попытаемся разобраться, как бокс может стать бизнесом и приносит ли это денег. И сегодня у нас в гостях Елена Малова, создательница боксерского клуба «Октябрь» и Олег Жадобин, директор Академии бокса. Как мы выяснили, еще раз вас приветствую, дорогие гости, что вы не конкуренты. И будете только рады, если на вашем рынке появятся компании, которые предлагают такие же услуги. Насколько вам сейчас вопросы к Елене и коллегу тяжело конкурировать с фитнес-клубами, с пилатесом, с йогой, с теми, кто предлагает легкую, приятную, скорее расслабляющую программу, нежели действительно какую-то спортивную составляющую и к Елене и коллегу? Ну, не знаю, кто начнет. Давайте, говорите. Скажем, мы не конкуренты этим клубам, да, опять же, в силу того, что мы не можем предложить всего набора спортивных услуг, которые предлагают в фитнесе. И мы, как любой нишевой игрок, наш бизнес – это нишевой бизнес специальный, у нас есть свои конкурентные преимущества, которых нет, например, в общем фитнесе, да. Да, скажем, самым главным является атмосфера, то, что не может создать большой фитнес-клуб по отношению к каждому клиенту. Допустим, я бы сформулировала, коротко сформулировала так, что фитнес-клуб предлагает стандартное качество, стандартный сервис стандартного качества и стандартное отношение к клиенту. Да, вы можете прийти в любой большой фитнес-клуб и получить приблизительно такое же обслуживание, отношение и так далее. Стандарт качества существует, но он определенный. Мы предлагаем специальное отношение к клиенту, специальное качество, здесь наше конкурентное преимущество. Что значит специальное, вот в вашем понимании? Специальное качество формируется, во-первых, за счет того, что наша экспертиза по боксу, в данном случае речь идет о боксе, раз у нас боксерский клуб, она существенно глубже, чем у любого фитнес-клуба. То есть, если я прихожу в фитнес, и там висит боксерская груша, это одно. Другое дело, когда я прихожу в специализированный клуб. Безусловно, даже если существует прекрасный тренер в большом фитнес-клубе, за счет того, что нет атмосферы, нет поддержки, нет соревновательных каких-то процессов внутри коллектива, нет вот этой вот наполненности атмосферы, заряженности атмосферы. И вот эта атмосфера делает нас гораздо более конкурентными в плане бокса. То есть, люди, которые ищут бокс, они, конечно, придут в итоге к нам. Понятно. Они не пойдут в фитнес, они пойдут на пилатес. Конечно, есть сложности, потому что бокс предполагает агрессию, предполагает некий риск, и это не может быть массовым видом, как, скажем, йога или просто, не знаю, бег. Ну, самое обычное фитнес. Да, обычное фитнес-упражнение. Безусловно, мы не можем, наша аудитория уже. Но те, кто хотят пойти в бокс, они в итоге придут к нам. Целенаправленно, да, Олег? Вы согласны с Линой? Да, но я еще добавлю к правильным сказанным словам то, что именно специализация, да, один из главных моментов в нашем клубе. То есть, люди, приходя заниматься таким, точнее, боксом, они хотят достигнуть определенных результатов. В фитнесе не всегда это получается. Ну, и, может быть, такой пример, да, там, в обычном фитнес-клубе работает один или два тренера по боксу. У нас, скажем, этих специалистов больше десяти. Вот представьте атмосферу клуба, когда десять человек, десять тренеров там тренируют, многие там спаррингуют. То есть, люди, приходя в клуб, видят весь этот процесс. И, соответственно, мы говорим о профессиональном оборудовании. И один из, наверное, самых ключевых – это профессиональные тренеры, да, которые, там, заслуженные тренера, там, бывшие спортсмены, чемпионы. Это очень важно, там, приходящих заниматься, и очень важно добиваться результата. А как вы приглашаете этих тренеров? Вот олимпийский чемпион, к примеру, или чемпион мира, он, естественно, грезит о том, чтобы в итоге готовить такого же вот молодого, талантливого, амбициозного бойца, который бы пошел по профессиональной карьере. Вы все-таки так или иначе работаете для любителей. Ну, грубо говоря, вот как вы, что вы предлагаете тренеру, чтобы он пришел в ваш клуб, чтобы начинал работать не с восьмилетними пацанами, а с взрослыми, сорокалетними, амбициозными, характерными дядьками? В Академии бокса у нас, в принципе, два направления. Первое – это люди, которые занимаются для себя, там, для здоровья, ну, там, разные цели у каждого человека, приходящие разные цели. Параллельно с этим у нас развивается спортивная составляющая. У нас на сегодняшний момент занимаются, готовятся и выступают, помимо, там, легендарных боксеров, которые боксируют, да, там, скажем, они обычно, как правило, у нас часто проводят заключительный этап подготовки. Вот все последние события, которые были в Москве на профессиональном боксе, все эти боксеры были у нас, они готовились. Это первая часть. Вторая – это у нас есть собственные ребята, которые тренируются, выступают и, соответственно, ну, и боксируют. То есть многие делают там профдебют, вот Катерина Изотова у нас недавно боксировала, потом у нас есть Владимир Терешкин, который 17 боев, 17 побед. То есть эти вещи, они идут параллельно и очень хорошо, потому что люди, которые занимаются для себя, они смотрят на профессиональных спортсменов, им интересно, они как бы хотят к чему-то тоже стремиться, им интересно видеть, так скажем, звезд профессионального бокса рядом с ними, занимающимися. Когда я начала читать про и вашу Академию бокса Олега, и про ваш ленбоксерский клуб, то поняла, что стереотипов телевизионных и книжных, ну, никак не избежать, потому что чуть ли не в каждой статье, так или иначе, авторы упоминали небезызвестный бойцовский клуб. Вы не боитесь того, что к вам люди будут приходить именно за тем, чем занимался герой Эдварда Нортона, а не за тем, зачем вы создали этот клуб, для разрядки какой-то эмоционального повышения спортивного мастерства, для того, чтобы вот просто прийти и, не знаю, свое эго удовлетворить. Я боюсь другу ровно обратно, что вот из-за фильма «Бойцовский клуб» они не будут приходить. Почему? Потому что любой человек, наш зал вообще создан как зал для белых воротничков. Ну, понятно, да. Это люди, имеющие профессию, юрист, экономист, инвестбанкеры и так далее, совершенно которые не занимаются спортом как частью жизни, как частью профессии, скажем, да. И для них это хорошая разрядка, хороший фитнес, но не более того. Кто-то идет в соревнования, но опять же, это вся часть истории, это не основная их жизнь. А в фильме показаны такие страшные, ужасные вещи, и эти предрассудки настолько закрепились в умах наших менеджеров, что всем, когда говорят, что я занимаюсь в «Бойцовском клубе», да, например, некоторые клиенты своим коллегам не говорят об этом, потому что в ответ они могут получить два типа суждений. Первое, что ты тупой и агрессивный, а второе, что, о, это там, где вы запираетесь и метелите друг друга до полусмерти. То есть фильм вредный. Для вас, да? По итогу, да, потому что он породил очень устойчивый такой предрассудок и мнение о том, что «Боксерский клуб» — это «Бойцовский клуб», куда приходят менеджеры, запираются и, в общем, а дальше… А как с этим бороться? Как вы доказываетесь? Никак, своим продуктом. То, что мы обучающая организация. Вот я настаиваю, что «Боксерский клуб «Октябрь» — это обучающая организация. Мы можем любого новичка довести до приличного уровня, а, фитнес-формы и, б, бокса, либо наоборот. То есть фитнес, как часть бокса, приходит к нашим ребятам, которые посещают нас регулярно, просто автоматически, легко, эмоционально, как-то без каких-то, знаете, там, скучных работ на дорожке, с гантелями, на тренажерах. Ну, мы ещё берёмся довести до приличного уровня бокса наш тренерский состав, да, и программа групповых занятий индивидуальных построена так, чтобы довести человека до очень неплохого уровня именно бокса. Удивительно. Удивительствует наше достижение там и на чемпионате Москвы по фитнес-боксу, и мы ездили на соревнования в Лондон, даже в самом начале клуб был там практически год, и сейчас в Питере мы показали прекрасный бокс. В общем, все, кто у нас знает, знают, что боксерский клуб «Октябрь» — это техничный, хороший бокс. Лен, ну скажите, для человека, который вдруг в 40 лет, осознав, что он смертельно устал от всего, что он замучен на работе и хочется разрядки, хочется эмоциональной и физической, прийти в этом возрасте в клуб и достичь каких-то результатов, ну, как мне кажется, это сложно. Как вы с этим? Сложно, но можно. Это тренерская заслуга? Да, это заслуга тренеров. Я просто вот удивлена, насколько тренерский состав соответствует, скажем, составу наших клиентов. И уверена, что в этом залог успеха. То есть это некое зеркальное отражение людей, которые приходят в наш клуб как клиенты. Наши тренеры, во-первых, все учатся, все развиваются, все пытаются во что-то вырасти. У нас один тренер выучил английский, учит французский сам причем, пытается начать свой интернет-стартап. Это, ну, я не знаю. Это действительно интеллектуальный клуб, интеллектуальный бокс, о чем вы говорили. Да, это интеллектуальный. Вот так получилось. В какой-то степени случайно, а в какой-то степени нет, потому что прицел был изначально именно на эту аудиторию. И остались тренеры именно те, которые соответствуют своей аудитории. Олег, ну и вопрос тоже к вам в продолжении нашего разговора с Леной. Я все время пытаюсь понять, как нужно реагировать тренеру, как нужно реагировать коллективу и руководящему составу на приход вот таких уже совершенно устоявшихся людей, совершенно знающих себе цену в жизни, на работе. Мне кажется, что они ведут себя иногда вот таким вот подобающим образом. Вот я белый воротничок и пришел к вам, ну, чуть-чуть подзаниматься. Вот сделайте мне все, чтобы мне было комфортно. Или нет таких амбиций, опломба? Знаете, ну, люди приходят с разными целями. Соответственно, если есть требования к качеству, да, мы в этот качество, этот продукт предоставляем. Соответственно, ну, просто у разных людей разные цели. Кто-то приходит, скажем так, для просто хорошей физической формы для поддержания. Кто-то приходит действительно поставить удар. Соответственно, ну, вот именно клуб, он у нас такой клуб по интересам. То есть мы создаем такую хорошую, добрую атмосферу, что человек, приходя в раздевалку, снимая там пиджак, рубашку, галстук, он надевает спортивную форму. Да, он становится, он на самом деле отдыхает. То есть он убирает свои где-то, может быть, там... Амбиции, капризы? Да, он занимается, просто он приходит проводить комфортное время, общается с такими же близкими по духу людьми, занимается, получает удовольствие от тренировок, от общения. Соответственно, это все, скажем так, весь этот грациозный опломб, он, наверное, остается в раздевалке, в шкафчике. А здесь люди приходят и занимаются, скажем, спортом, ну, много различных там вариантов, да, непосредственно. Опять же, я повторюсь, люди приходят для себя заниматься кто-то физическую форму, кто-то поставить удар и, соответственно... На боксерском ринге все равны, видимо. Получается так, продолжим через пару минут. Доброе утро, сегодня говорим о боксе, как о бизнесе, кто, как и сколько зарабатывает на топ-менеджерах. Сегодня у нас в гостях Елена Малова, создательница интеллектуального боксерского клуба «Октябрь» и Олег Жадобин, директор Академии бокса. Уважаемые мои гости, вы сказали о том, что это все-таки не для среднестатистического пользователя клуба, и, наверное, работающий, даже самый желающий на заводе мужчина или юноша себе позволит такого удовольствия, как сходить в Лен ваш «Октябрь» и в вашу Академию «Олег» тоже не может. Ну, поспорю. Поспорить можете? А можете озвучить стоимость? Могу. Могу озвучить стоимость. Стоимость нашего годового абонемента 65 тысяч рублей. За эти деньги мы предлагаем 5 занятий в будни боксерских, только боксерских, часовых, и 2-3 занятия по субботам и воскресеньям. То есть человек имеет возможность выбрать время, он не привязан к конкретной группе, к конкретным дням. И если поделить это на 12, то как бизнес-радио, сами понимаете, что это меньше 5,5 тысяч в месяц. И вот сведения, например, те, которые ко мне заходил молодой человек, он занимается на торпедо. Там давно такая вот группа набирается. Они занимаются три раза в неделю в определенное время, опоздал, не попал. Стоимость 5 тысяч в месяц. То, что на душу выходит? Да. Только у вас еще клубная атмосфера. У нас клубная атмосфера, у нас сауна, у нас возможно помыться в комфортных условиях и так далее, пообщаться, выпить чаю, кофе и так далее. То есть такой вот клуб, действительно клуб, не просто бокс. Да, да. Олег, про себя расскажите. У нас вообще нет годовых карт. Человек, который может прийти, скажем, как пробный позаниматься, соответственно, может платить за разовый визит, если у него сразу суммы определенные. То есть он может платить. И, соответственно, у нас система месячного абонемента. То есть человек может заплатить за месяц, соответственно, или купить какое-то количество тренировок, соответственно. Как ему выгодно, если он занимается часто, ему выгоднее купить месячный абонемент. Если он заходит там меньше двух раз в неделю, то покупает количество тренировок и их, соответственно, использует. И, опять же, я повторюсь, что есть разовое посещение, пробные тренировки. Это позволяет, грубо говоря, за тысячу рублей прийти, насладиться и познакомиться с клубом, пообщаться, позаниматься. Я считаю, что это очень… Влюбиться и остаться. Да, естественно. Ну, соответственно, вы, предлагая за такие деньги своим клиентам, своим спортсменам хорошие условия, наверняка же тоже сами не остаетесь в минусе. Для вас это прибыльное мероприятие, предприятие? Естественно. Я думаю, что клубы не смогли бы существовать, если это было бы невыгодно, да, потому что откуда-то брать средства, да. То есть это доходный бизнес, не буду говорить о рентабельности, там, большой, высокой, но это... Ну, это сложный бизнес, то есть он тяжелый, конечно. Вы в клиентском бизнесе, и ежемесячно вы думаете, какая выручка и так далее. То есть ничего не идет накатом. Ну, я насколько понимаю, что ту часть дохода, которую вы можете позволить, вы все равно вкладываете в развитие бизнеса. То есть как-то расширяетесь, увеличиваете тренерский штаб, какие-то там, может быть, помещения, какие-то специальные там техники оборудования. Как это происходит? Вы с момента открытия, насколько уже выросли в профессиональном плане? Мы открыли, Академия бокса открыла еще на территории Ложников еще один клуб. Там специализация кикбоксинг и тайский бокс. Этот клуб существует там год. Там тренируются тоже знаменитые спортсмены и, скажем так, и люди, которые приходят там для себя. То есть мы, скажем так, за год открыли еще один клуб и, в принципе, планируем развиваться дальше. Смотрим различные варианты, смотрим помещения. Но, опять же, самое важное, надо понимать, какая арендная ставка предлагается. Сколько было человек изначально в вашем клубе? Сколько сейчас приходят заниматься? Сейчас у нас порядка 300 человек занимаются в нашем клубе. И начинали мы там с 10 человек, соответственно, за этот период времени. А сколько прошло времени? Два года. За два года. Ну, это, в общем, очень хорошие результаты. Показатели рекламы, двигатель прогресса. Знаете, я думаю, что самая лучшая реклама – это положительные оклики друзей, которые приглашают своих друзей, товарищей. И, опять же, ну, я хочу еще добавить, что в Академии бокса, помимо бокса, там, кикбоксинга, у нас есть еще, там, скажем, профильные, непрофильные вещи, да, так как мы находимся на территории лужников, у нас есть тренер по бегу. Ребята у нас занимаются, многие готовят, выступают, там, на марафонах, соответственно. А придя только побегов, посмотрите, как ребята занимаются боксом, они начинают и боксом заниматься. У нас есть йога, то есть, соответственно, после тренировки, ну, или вообще для любого спортсмена нужно быть гибким, растянутым, соответственно, у нас есть тренер, который после тренировки или, там, отдельно тренирует, ну, там, дает упражнения на растяжку. И все эти вещи, они, как бы, скажем так, привлекают новую аудиторию. Ну, и самое главное, конечно, это положительные отзывы друзей, которые своим друзьям рекомендуют, приглашают. Не, ну, у вас насколько вырос ваш клуб? А, ну, безусловно, мы тоже выросли с момента открытия, там, несколько раз, и постоянно идет рост, но у меня есть некоторое вот другое видение, я не соглашусь, наверное, с Олегом в том, что нужно мультиплицировать эти клубы, да, потому что наше основное конкурентное преимущество и основной вообще фишка, за которой идут люди, это атмосфера. Атмосфера создают, там, скажем, люди, которые тренируют, те, которые, там, сидят на рецепции и так далее. Это такая вещь, которую очень тяжело воспроизвести массово, то есть перенести еще, там, в несколько клубов. И плюс существует такое понятие, как индивидуальное отношение к клиенту. Вот чем клуб хорош, там, октябрь, например, да, ну, смею надеяться, что ребята меня поддержат, что мы каждого своего клиента знаем, ну, почти знаем, где он работает, как он живет, и вообще его интересны. Мы стараемся улыбаться, мы очень персонально относимся к каждому своему клиенту. Понятно, что если это превращается в сеть, вы не можете мультиплицировать свою атмосферу, и тем самым вы теряете конкурентное преимущество. Поэтому я не считаю, что нужно идти по пути развития, скажем, делать, там, несколько клубов, да, боксерских, октябрь. Мне не кажется, что это будет правильный. Ну, тем вы и хороши, и друг другу не конкуренты тем, что у вас разное видение на одну и ту же проблему. Те, кто захочет заниматься, например, где-нибудь на Красной Пресне или где-нибудь в районе Ясенева, он может выбрать Академию Бокса, и она расширяется. Понимаешь, что у вас география-то охватывается, да? Вы стараетесь пошире брать? Вы знаете, все дело в том, что вот на сегодняшний момент у нас наполняемость клуба фактически почти к 100% подходит. Соответственно, люди, многие приходят, хотят заниматься, и, соответственно, мы хотим развиваться дальше, и, соответственно, смотрим различные варианты идти. Но территория, охват территории, я думаю, что он просто там в зависимости от места расположения будет и формат немножко другой. Потому что если мы говорим о центральном округе, то там одна история, если мы говорим о спальных районах, там, наверное, будут такие более бюджетные клубы, да, там. То есть на разную аудиторию рассчитано, скажем так. Знаете, вот еще одно отличие, по которому мне сразу бросилось в глаза. Олег говорит о том, что есть там и фитнес, и пилатес, и какие-то такие вот упражнения, там, стрейчевые растяжки. У вас, Лен, я так понимаю, такого нет. Почему нет? Есть? Есть бокс? Просто я бы не стала говорить об этом, как о неком конкурентном преимуществе. Почему? Объясню. У нас есть йога, занятия проходят, нас президент Федерации Московской йоги ведет, йога-дуации. Три, нет, у нас все это есть, безусловно. Но что я заметила, да, что при всем том, что люди с удовольствием принимают эту информацию, приходят позаниматься, это все равно не является главным. Да, вот расширение спектра услуг, это не тот путь, по которому, ну, это мое мнение личное, не тот путь, по которому нужно идти. Объясню, почему. Потому что люди приходят за атмосферой бокса, вот стены гудят, все занимаются, у кого-то эдванс, у кого-то основы, все питаются этим. И тут посередине где-то идет йога. Знаете, это странно. Вот я бы шла по пути другому, вот сделать йога-клуб «Октябрь». А у вас есть такие перспективы? Да, я думаю об этом. То есть под одним брендом? Да, йога-клуб «Октябрь», тэквондо-клуб «Октябрь», да. Но насыщенно, не надо размазывать атмосферу, не надо превращаться в фитнес-клуб. Мы теряем свое преимущество на этом. Ну, еще бассейн вырыть. Хорошо бы, кстати, было бы вообще прекрасно. Ну, а чем мы тогда будем отличаться от известных фитнес-клубов? Понимаете, те, кто хотят побегать, имеют эту возможность. Мы учим боксу, и мы этим хороши, мы хорошо учим бокс. Олег, скажите мне, пожалуйста, у вас только бокс в его классическом понимании? Или, например, там тайский, я не знаю, КПР, все что угодно из разновидностей, близких к единоборствам? Или только классика? У нас, мы в основном специализируемся на боксе. Соответственно, есть специалисты и тренеры, которые могут научить, если есть желание у клиента, тайскому боксу или кикбоксингу. Но вот я следом не соглашусь по поводу, там, скажем, если говорить о профессиональной тренировке боксера, то элемент бега, элемент растяжки – это необходимая, неотъемлемая часть подготовки профессионального спортсмена или даже человека, который, скажем так, начинает один, ну, там, заниматься спортом. Многие люди, вот у нас, которые, там, перед тренировкой, там, 2, 3, 4 или 5 километров в качестве разминки пробегают, они, ну, занимаются в других фитнес-клубах, там, много лет, они не могли принять такую хорошую физическую форму. Они, они, там, кто хочет, худеет, кто хочет, набирает мощную массу. У нас еще, я опять же добавлю, что у нас в Академии бокса есть функциональный тренинг, у нас есть тренажерный зал, все это необходимая часть, потому что только бокс, это, ну, мне кажется, это, ну, это хорошо. Мы специализируемся, естественно, на боксе, это наше самое основное направление, но как функциональный тренинг, как растяжка, как беговые тренировки, мы находимся в здании бассейна, у нас многие ребята и плавают, мы находимся, ну, на территории Лужников, у нас открытый бассейн, 50 метров дорожка, 25. Все это только наоборот, скажем так, дает разнообразие людям. И чем больше и разнообразнее будут тренировки, тем, соответственно, людям будет, ну, на мой взгляд, более интересно. Например, те, кто не любит бегать или у кого-то есть проблемы, там, с коленными суставами, они плавают. Соответственно, кто не любит. Тогда я согласна с Леной, тогда зачем идти в академию бокса? Нет, они занимаются боксом, у них основной профиль это бокс, естественно. То есть, грубо говоря, пять раз приходя на тренировку в неделю, он, любой менеджер, тратит два часа на растяжку и плавание и три часа бокса. Давайте вот как раз сейчас разобьем по времени. Мы говорим, значит, о тренировке, да, какой, например, сейчас летний. Вместо разминки он два или три километра бежит. Потом он занимается боксом, отрабатывает удары, технику. То есть, после тренировки у нас, как бы, заключительная часть, он там делает какой-то элемент ОФП, и в конце он еще 10-15 минут растягивается. То есть, мы говорим... То есть, ваш комплексная тренировка? Конечно, да. Мы говорим, как бы, любая тренировка состоит из трех частей. Разминка, основная часть и заключительная часть. И просто это не в плане того, что он там час занимается йогой. Нет, он делает растяжку профессионально с тренером 10 минут. То есть, мы... Основное, естественно, я повторюсь, это у нас бокс. Но дополнительные, скажем так, элементы, спортивные составляющие, они, как бы, у нас есть. Я считаю, что это огромный плюс, и все профессиональные боксеры, и спортсмены, и любой даже человек, который начинает заниматься спортом, это должен делать. Ну, Лена, я так понимаю, что у вас тоже есть возможность. Конечно, да, комплексная тренировка. У нас и функциональный тренинг, даже есть все-таки групповые занятия, такое занятие, как айронмен. Качалка для боксера, да, это свобода и веса. Ну, то есть, я просто не делаю на этом акцент. А тренажерка у вас тоже есть хорошая? Конечно, безусловно, и бегают. И у нас тут вот после соревнований в Питере наш замечательный Дима Индюков пытался пробежать марафон, часть марафона. Ну, все это есть. Просто акцент, конечно, не на этом. Мы существуем для бокса, и мы должны людей учить боксу, предоставляя, естественно, массу возможностей, но ни в коем случае не заменяя. И потом, еще поймите такая вещь, вот Олег говорил, человек приходит, разминается и так далее. Не у всех есть столько времени, чтобы уделить там столько внимания бегу, йоге и так далее. Иногда просто приходится снять агрессию? Наш континент, нет, никакой агрессии нет. Или хочется просто прийти? Приходит за знанием, к нам приходит за навыком, за знанием, за умением, за физической формой. И ее добывают через бокс. Очень жалко людям тратить время на, скажем, ОФП, если у него задача научиться технике. Ох, ну тут тоже очень сложный вопрос, потому что нужно а размяться, а б подкачаться. Об этом никто не говорит, это само собой. Но делать из этого отдельные занятия мы не можем. Хорошо, у нас тут жарко, у каждого свой взгляд на жизнь и на бокс. Это все имеет право на существование. Продолжим через пару минут. 11.48 в столице. Сегодня говорим о боксе как о бизнесе. У нас в гостях Олег Жадобин, директор Академии бокса, и Елена Малова, создательница интеллектуального боксерского клуба «Октябрь» с перспективой на создание йоги-клуба «Октябрь». Доброе утро еще раз моей гости, уважаемые. Я, знаете, хочу вас спросить в связи с нашей беседой в предыдущей части. У вас несколько разный подход к тому, как должна выглядеть школа, бокса, клуб. И это правильно. Мне кажется, что только так и можно существовать на этом поле. Но вы своих клиентов первых ждали долго, или они прям потоком пошли? Вот узнали о том, что это есть, и раз сказали, все, я хочу. Олег. Все дело в том, что у нас была некая база клиентов. У нас многие тренеры, которые пришли к нам в клуб работать, они имели свою некую определенную базу. И все дело в том, что это первое. Второе, когда мы делали ремонт помещения, мы там за 2-3 месяца анонсировали, что будет открываться клуб. Соответственно, было очень много звонков, и люди ждали открытия клуба. Соответственно, мы уже, когда открыли первый день клуб, у нас уже люди пришли, чтобы посмотреть, потому что некоторые ждали больше месяца. То есть вы не сидели на рецепции и не ждали, когда же будет первый клиент? Да, мы уже занимались, скажем, продвижением рекламы нашего клуба, ну и, соответственно, так скажем, вот эти два фактора, они послужили, скажем так, началу работы клуба с первого дня, да, скажем, в загрузке его. Лена, а у вас как происходил процесс вот вступления? Ну, мы были первые, поэтому нас никто не ждал, и никто не знал, и тем не менее, все равно пришли и даже ждали, когда я поставлю кассу и смогу продать первый абонемент, да. И удивительно, этот человек, я считаю его талисманом таким, да, он купил, тогда мы еще продавали абонементы на месяц, он попросил подписать этот чек, поставить автограф, сказал, что когда-нибудь я его продам за очень большие деньги. Аукцион Сотбис ждет. Да, Андрей, огромное спасибо, и, ну вот, помню до сих пор своего первого клиента. Лена, еще в самом начале нашего разговора вы сказали о том, что есть и женщины. Вот для меня это достаточно удивительный момент, потому что, ну, это редкость. Согласитесь, если боксеров достаточное количество, то женщин боксеров, ну, непрофессионально назовут 2-3 человека. У вас есть такие, которые вот хотят к вам приходить? Да, есть девочки, которые хотят к нам приходить, их немного, потому что, опять же, бокс, специальный вид спорта, он все-таки требует определенной агрессии. То есть это и фан, безусловно, это и осмысленная работа, это и физическая нагрузка. В то же время есть элемент агрессии, поэтому, конечно, девочкам сложнее приходить. Тем не менее, они есть, они боксируют. Более того, у нас девочки участвуют в спаррингах внутри клуба. И это очень, понимаете, вот если я начну говорить о своих клиентах и о девочках в том числе, то я буду употреблять только восторженные выражения и превосходные степени. Потому что такой однородности, простите, что употребляю слово качество, такого качества человеческого состава, клиентского состава, я, ну, не знаю, я больше нигде не встречала. И для меня удовольствие просто работать приходить, потому что вокруг потрясающие люди. А есть какие-то индивидуальные программы, индивидуальные тренеры, работают с девочками? Ну, с дамами, да, девочки, они уже вряд ли. С девочками, конечно, больше работают индивидуально, хотя у нас есть несколько девочек совершенно замечательных, изумительных, которые и с мальчиками стоят в спаррингах. Да, но, безусловно, с ограничением, так, чтобы это было для них более-менее безопасно, тем не менее, они способны выносить эти и психологические, и физические нагрузки. Потому что надо понимать, что реальный бокс, когда вы уже доходите до парной работы, вы столкнетесь с большой психологической нагрузкой, которая увеличивает вашу усталость. Удивительно, Олег, а вы как представитель ярко выраженного мужского, такого харизматичного для вас женщины и бокс? Знаете, у нас девушки занимаются, не могу сказать, что очень много, но приходят заниматься, занимаются с удовольствием. И для меня очень приятно, что они занимаются, знаете, очень долго, то есть это постоянные наши клиенты, которые приглашают нас, у нас аудитория, но она увеличивается с каждым днем. И для многих девчонок это просто хороший фитнес, действительно способ выбросить негативную энергию, это хороший фитнес в плане хорошей физической нагрузки. И наши девушки, которые у нас занимаются, они очень красивые, они очень стройные, красивые, соответственно, и благодаря тренировкам, ну и, естественно, нельзя забывать и о правильном питании и многих других факторах для того, чтобы добиться хорошего результата. Ну, Коля, мы уже тоже об этом с вами говорили, у вас есть разные направления, и вы можете позволить там поплавать в бассейне. Есть ли у вас, например, диетологи в клубе, которые при правильных нагрузках должны составлять правильные диеты и говорить, ребят, вот это можно, это нельзя для поддержки формы, вот так, как это все происходит? Знаете, у нас профессионального диетолога нет, мы просто даем рекомендации. Мы сотрудничаем с медицинским центром в Лужниках, соответственно, там профессиональные врачи, профессиональные люди, и, соответственно, я считаю, что каждый должен заниматься профессионально своим делом. То есть, если потребность есть, то есть базовые рекомендации мы, естественно, даем. Если человек более хочет детально и профессионально пообщаться со специалистом, мы направляем его именно к профессионалам. Лена, а у вас с медобслуживанием все-таки, как бы мы ни говорили, как бы ни предохранялись невозможными там боксерскими перчатками, соответствующих там размеров и сложностей, травмы бывают? Ну, иногда, да. Хочу сказать, что вот такая тяжелая травма у нас была, скажем, за историю бокса, за историю существования клуба всего одна, ну, такая значимая, да. Бокс проповедуем комбинационный, да, который не ставит своей целью человека, так сказать, ну, в кавычках убить, да, или нанести, причинить вред. Это как фехтование, то есть мы учим обозначить скорее, да, конечно, и надо ставить удары и так далее, и удары бывают тяжелые, они проходят. Ну, акцент, опять же, на комбинационный бокс, который предполагает больше работы ума, реакции, оценки ситуации, предугадывание действий соперника, планирование своих стратегических, тактических действий. В общем, всего того, с чем люди, наши клиенты сталкиваются в жизни, в профессии, да. То же самое вы переносите на ринг? Да, многие клиенты сами говорят, что им очень помогает бокс, то есть бокс, это как часть их жизни, совершенно соответствует их профессии, например, там, если человек в профессии финансовый трейдер, да, это однозначно бокс. Поэтому стараемся, да, и, конечно, стараемся очень соизмерять, подбирать форматы тренировок, соперников, способы достижения, там, цели адекватно, там, весу, скиллс, там, и так далее. То есть много есть факторов, но на то и тренеры, на то их опыт и существует, чтобы помочь избежать человеку травм и при этом повысить уровень бокса. У вас большой тренерский штаб? У нас работает 7 человек. А занимающихся? Занимающихся порядка 150. Бедные ваши тренеры, мне кажется, они после тренировки должны не то что выжимать футболку. Да, они работают на износ, но, к сожалению, мы не можем сильно увеличивать тренерский состав, и не потому, что у нас нет запроса. Нам не все тренеры подходят, и, как я уже говорила, наши тренеры – это практически отражение тех людей, которые ходят в клуб, и отбор очень серьезный. После нашего практически часа беседы у меня сложилось впечатление, что у Олега и его академия бокса – это такое что-то мужское, где главная задача – результаты, где нужно совершенствовать спортивное мастерство, где нужно идти, расти, расти вверх. А у Елены что-то такое корпоративное, что-то такое семейное, где наверняка есть какие-то, может быть, семейные праздники. У меня правильное ощущение? У меня кажется, что у вас такой клуб по интересам. Частично, потому что то, что касается атмосферы, вы абсолютно угадали. Я считаю, что удается ее создать, и будем всячески работать над этим. Людям должно быть тепло, хорошо, уютно, им должно хотеться общаться, приходить в клуб, радоваться. Пить чай, в конце концов, вместе. И мы действительно встречаемся, и сейчас планируем встречу, закрытие летнего соревновательного сезона. Но вы услышали слово «соревновательного». Да. Мы соревновательный клуб, и даже, я бы сказала, очень соревновательный. Мы принимаем постоянное участие в чемпионатах Москвы по фитбоксингу. Мы ездили в Лондон, мы ездили в Питер. И я считаю, что наши достижения спортивные высокие. Другое дело, что не все члены клуба должны идти в соревновательную практику. Для многих это фитнес. Но те, кто хотят, абсолютно имеют возможность страсти. Они получают возможность. Да. И мы соревновательный клуб абсолютно. Вы покивали головой и сказали, нет, у нас не это главное. Что для вас самое важное? Я с вами, первое основное, это я даже перед эфиром у многих ребят спросил, вот почему не фитнес, а вот именно Академия бокса, боксерский клуб. И большинство с первого назвали именно клубную атмосферу. Потому что фитнес – это конвейер, это… Здесь у нас люди друг с другом дружат. Показателем влияет, что многие наши первые клиенты, да, скажем, которые, они занимаются, и занимаются больше двух лет и приглашают своих друзей. Это показатель, мне кажется, качества услуг. А что касается, скажем, разный… каждый человек ставит разные цели. Он приходит с разными… ставит определенные задачи перед тренером, и, соответственно, эти задачи выполняем. Так, конечно же, это атмосфера, это дружелюбие, это комфортное, ну, скажем, комфортное времяпровождение, да, и, соответственно, выполнение тех целей, задач, которые человек ставит перед собой, придя, соответственно, в боксерский клуб. А хотите чемпиона воспитать такого полноценного? Или это в принципе невозможно? Вы знаете, мы занимаемся, у нас очень много детей занимается. У нас фактически по 2-3 группы в день, это проходят детские тренировки. И, что самое интересное, детские группы от года к месяцу, от месяца к месяцу количество детей увеличивается. Соответственно, так как клуба у нас 2 года, мы не можем сейчас сказать, что… Мы делаем первые шаги, и, соответственно, дети занимаются, им очень нравится, они приглашают своих друзей, родители смотрят, как их детишки занимаются, и приглашают своих, там, друзей, говорят хорошие и добрые слова. И, соответственно, это одно из направлений, которое, конечно, естественно… И вот мне очень приятно, один из наших пап сказал, что вот сейчас моему пацану 2 года, сейчас ему лет 10 будет, я его приведу сюда. То есть многие ждут, да, там. И это очень, конечно, для нас это очень хороший такой добрый факт. Прогноз на ближайшие 8 лет уже есть. То есть к вам могут прийти родители с детьми, то есть папа сам по себе занимается, ребёнок сам. Лена, к вам всё-таки приходит это взрослый? Нет, почему? У нас самому младшему, нас не ждут до 10 лет, нашему самому младшему 4,5 года. Ох, в 4,5 года заниматься боксом, ох, ой, или стоит. Да, и ведут, и ведут, и ведут, да. Я в любом случае, вне зависимости от того, какой концепции вы придерживаетесь и какие цели перед собой ставите, желаю процветания вашему бизнесу, желаю, чтобы люди к вам приходили и получали то, зачем они пришли, у каждого, опять-таки, правильно, свои желания. И, наверное, расширение, кто в какой отрасли, кто в каком варианте его видит, тому этого искренне желаю. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях были Елена Малова, создательница боксёрского клуба «Октябрь», и Олег Жадобин, директор Академии бокса. И не могу не попросить по-прежнему болеть за наших. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.